На рассвете 23 июля 1942 года северная группировка полевой армии Вермахта, создав подавляющее превосходство сил, перешла в наступление против правого фланга 62-й армии советских войск. Это происходило в 150 километрах от Сталинграда. Отсутствие надежных разведывательных данных у командования Сталинградским фронтом не позволило предупредить удар немецко-фашистских войск. За счет массированного применения танков и при четком взаимодействии с бомбардировщиками немецко-фашистским войскам удалось добиться победных результатов. К исходу дня две дивизии правого фланга 62-й армии и части усиления попали в окружение. В ходе боев советские войска проявили мужество и бесстрашие. В этот же день, 23 июля, четыре бронебойщика гвардейской стрелковой дивизии, имея на вооружение лишь два противотанковых ружья, вступили в бой с 30 немецкими танками южнее станицы Клецкой. Позже официальные документы сообщат, 15 танков подбиты, 15 повернули назад. Петр Болотой своего противотанкового ружья подбил 8 танков. За этот подвиг его удостоили звания Героя Советского Союза, одного из первых в Сталинградской битве.